Приветствую вас, я думаю, совершенно справедливо будет сказать, что мой коллега Кудрыщев Игорь Леонидович вам справедливо указал на тему созависимости, которую вы можете сами изучить в интернете и которая, судя по всему, проявляется здесь, вот. В силу того, что вы как-то вот вступили в отношения с человеком, который, по вашему мнению, значит, гуляет, выпивает, и вы все равно почему-то продолжаете с ним как-то вот быть в отношениях, что мне, конечно, кажется не совсем понятным. То есть, если мужчина вам неприятен, например, если мужчина вам как-то вот противен, что вы перестали обращать на него внимание, то зачем вы с ним тогда, для чего вы с ним тогда. То есть, это вот, на мой взгляд, то, что вам нужно для себя поисследовать, на мой взгляд, это то, что вам нужно для себя определить, вот, и выделить, мне так кажется, по крайней мере. Вот, это первое. Второе. Вы говорите о том, вы спрашиваете, точнее, о том, что вам делать. Ну вот, хочется опять же спросить, что делать, чтобы что. То есть, я не очень, если честно, здесь вот понимаю, да, вот, вы говорите, ну, с кем, с кем-нибудь вы говорите. Вот, я не очень, если честно, понимаю, выбор ваш, так же, как и коллега мой, Кудрючев Игорь Леонидович, потому что, один мужчина пьет, и он будет пить до тех пор, пока ему это выгодно. Второй мужчина, он на вас вообще не обращает никакого внимания. И это нормально, потому что вы замыли. То есть, если вы влюбились, как вы говорите, в другого мужчину, это означает, что чувств к мужу вашему у вас нет. И это значит, в свою очередь, как минимум, то, что вам, ну, возможно, нужно сперва развестись с мужем. Вот. Ну, потому что вы влюбились в другого. Разведясь с мужем, вы уже будете способны решить для себя, что вам делать дальше. Что и как вам делать дальше. Вот. То есть, будете ли вы с этим мужчиной признаетесь ли вы ему, да, в своих чувствах, например. Или, соответственно, вы решите быть с кем-то другим. И еще. Но, вне всякого сомнения, этот момент нужно раскрыть. А то, вот, не совсем, сейчас, сейчас, понятно, между чем и чем вы выбираете. Как и сказал, как и сказал мой коллега. А, в целом, в целом, если у вас не сложились отношения с одним мужчиной, то, возможно, не сложится и с другим. Потому что у другого мужчину вы именно влюбились на фоне негативного отношения к первому. Мне кажется, что это нужно раскрыть. То есть, мне кажется, что вы, вот, второго мужчину, как такого, знаете, самобытного персонажа не воспринимаете. То есть, он, когда-нибудь хорош, да, он хорош, но он хорош только на фоне первого мужчины. Потому что он может дать вам, по-вашему мнению, то, в чем вынуждаетесь. Вот. Но, тут момент. А, в чем вынуждаетесь? Да, если вынуждаетесь, то в чем вынуждаетесь? Понимаете, какая штука? Мне кажется, что, на это вам нужно обратить свое внимание. Вот. свое, самое пристальное внимание. Нужно, нужно вам на это обратить. И, складывается, такое впечатление, да, складывается такое впечатление, что вы слишком зависимы от мужчин. То есть, что вам, мужчины, очень важны. Что вам, мужчины, очень, очень нужны. Что, без мужчин, вам, как-то, вот, плохо, что ли. То есть, вам, вот, обязательно, обязательно, вам нужно, ну, быть с кем-то. Вот. Такая вот, такая вот история, я не претендую, не претендую на истину, а здесь, но мне показалось. Так. Ну и, соответственно, если это так, то зависимость ваша, у которого у вас есть, нужно раскрывать. Вот. Потому что это вам, как бы, в дальнейшем вам это будет только мешать, к сожалению. Вот. Ну, просто, в силу того, что вы всегда будете чувствовать, что зависимость, всегда будете чувствовать, что, вот, кто-то на вас влияет. Да, в данном случае это мужчина. Вот. Я бы предложил поанализировать ваши отношения в браке. Потому что, тот факт, что муж начал пить, да, и гулять, ну, это, на мой взгляд, не случайность. Вот. И нужно впервые разобраться, почему так произошло, да, внестили, например, вы какой-то вот вклад в то, что, ну, в то, что он стал, так вот, себя вести. Если да, то, какой вклад вы внесли. То есть, это вот, мне кажется, очень важно. И, когда все это будет раскрыто, когда вы будете, к примеру, все это понимать, тогда вам уже будет гораздо легче принимать решение, вам будет гораздо легче смотреть будущее. И гораздо четче, четче, четче вы будете видеть, ээээ, проблему, которая у вас, возможно, есть. Потому что сейчас вы вот просто хотите, чтобы мы за вас приняли решение. Но психологи не могут за другого человека, вот, в данном случае за вас принять решение. Это было бы неправильно, неэтично. И самое главное, что никак не решило бы ни одну из ваших проблем. Вот, поэтому подумайте, пожалуйста, о тех вещах, которые я озвучил. Вот, подумайте, пожалуйста, о том, что я сказал. Вот, это очень важно. И решите, что вы хотите с этим делать. Потому что сейчас та картина, которую вы описываете, она очень похожа на треугольник Карпмана. В том смысле, что есть агрессор. Агрессор. Это, собственно, ваш муж. Есть жертва. Это вы. Ну вот. Из-за чего вы, собственно, влюбились в другого мужчину. Вот. И есть спаситель. Это другой мужчина, который, ну, должен вас спасти. Вот. Соответственно. 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 Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. Исходя из того, что вы написали. В этом все. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Надеюсь, что вам было интересно. Вот. Надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то какие-то выводы. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо. И отлично. Продолжение следует...